Зая, Зай, мне нужно с тобой серьёзно поговорить. А варианты ответов будут? А то я без них не вывезу. Зая, я серьёзно. Мне пришло 126 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Причём все их тебе выписали за одно и то же нарушение в одном и том же месте за один час. Зая, я тебе всё объясню. Да уж постарайся. Я просто ехала по трассе, была не пристёгнутая, и меня сфоткала камера. Но в этот момент я моргнула. Поэтому я поехала перефоткиваться. А потом я увидела, что у меня губы не накрашены. Я снова поехала. Потом я заметила, что у меня тушь потекла, Зая. Всё достаточно. Юля, а тебе не кажется, что тебе пора прекратить ездить? Зая, ну а что я такого делаю? Я хочу как лучше. Миша, ну подумаешь, один раз я не знала, как машину со штрафстоянки забрать, и купила такую же. Ну чтобы ты не ругался. Ну пожалуйста, ещё один штраф. Теперь за вождение в нетрезвом виде, Юля. Зая, а вот это вот они несправедливо выписали. У меня тогда даже прав с собой не было. Подожди, я не понял. У тебя что, забрали права? А почему ты мне не позвонила? Ну потому что я думала, сама разберусь. Ты же сказал, что гаишнику нужно показать корочку. А я тогда как раз из продуктового ехала. Ну я отломила корочку хлеба и показала ему. И он у меня права забрал. Юля, я тебе давал машину с водителем. Почему тебя этот-то вариант не устраивал? Потому что он меня не слушался. Правильно, он слушался правил дорожного движения. Зая, у тебя же много денег. Давай поменяем эти правила. Они такие сложные, я там запомнить ничего не могу. Ой, хорошо, Юля, только в последний раз. Потому что в прошлый раз, когда ты слова не могла запомнить, мне пришлось нехило денег заплатить, чтобы милицию в полицию переименовать. Смотри, веселый вечер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!